всем привет вы на канале цветули у светули меня зовут светлана сегодня с вами хочу поговорить о своих комнатных растениях все вам сейчас покажу и расскажу и хочу вам показать свою пальму как я ее пересаживала сейчас вам все покажу вот такая росла у меня пальма в кашпу в этом и уже с корни стали и выталкивать из кашпо я решила ей подстричь корни вот достала ее вот таком она состоянии вот столько я ей обстригла корней огромное количество еще здесь очень много у него стресла земли достаточное количество много земли стресла с нею и вот только корней я обрезала представляете сколько она нарастила корней сейчас я на дно положила дренаж в это же кашпо просто засыплю плодородной земли новенько поменяем землю и обратно свою пальмочку в эту землю посажу я уже такую делала процедуру она конечно же будет болеть потеряет много листвы и вот этих вот своих листиков таких но ничего страшного потом она все пойдет в рост оклемается и будет ей лучше лучшего вот такой у меня цветочек уже много лет живет у меня и такая процедура ей только на пользу будет сейчас вот все поменяю все сделаю вам покажу ну вот девочки присадила я свою дра цену прошу прощения что я ее обозвала пальмы конечно же это не пальма это дра цена комнатное растение прекрасно себя она чувствует съемка с пересадкой было 4 сентября сегодня у нас 17 сентября вот растение мое в полном порядке такое хорошенькое без всяких яких как говорится вот хорошо себя чувствует видите такая она упругая листики хорошенькие поменяла земельку ей корешки все теперь слава богу убрались а то она просто ее выперла наружу корнями видели сколько корней обалдеть просто вот такую процедуру я ей уже делала и она опять нарастила корни и я конечно же опять их немножечко подкорректировала не хочу сюда большое кашпо не хочу и менять огромные не здесь кашпо на моем подоконнике не нужны здесь у меня живет кротон кротон у меня представляете заболел паутинным клещом я и скорее его обработала вермитек взяла такой препарат от клеща и все цветочки свои с этого окна вермитеком обработала из того тоже как вам уже показывала то окошко сейчас поподробнее покажу так что тут у нас это у нас антуриум красивый цветочек цветет розовыми цветочками покупала я его в магазине и просто кустик поделила на два растения там было несколько розеток вот здесь у меня он поживает на этом окне и еще на другом растет такой же кустик антуриума еще здесь у меня растет девочки стефанотис вот такой красивый цветочек цветет белыми цветочками слушайте запах конечно от этого цветка просто убийственный я не переношу я задыхаюсь я всегда когда здесь цветок этот цветет открываю окно не могу сидеть очень для меня это душный запах не могу его долго нюхать потому что даже вот маленький зацветет цветок не такая гроздь огромного чуть-чуть недавно цвел он у меня сушите ну я вообще задыхалась просто не нравится запах такой приторный для меня приторный а это красотка кливия здесь у меня в кашпо два растения смотрите вот такое вот мамочка и доченька смотрите как здорово вот тоже думаю надо наверное рассадить потому что маленькая совсем кашпо и вот таких два растения и слушайте в принципе прекрасно себя чувствует не могу ничего плохого сказать что то что они тут у меня пожелтели или что-то ну такие хорошенькие кстати ну думаю что совсем маленькая кашпо вот такой вот у меня здесь подоконник с цветами глаз и глаз нужен за цветами вот буквально недавно смотрела ничего не было а тут прям посмотрела господи что хоть есть то вот надо наблюдать конечно за цветами как за за дитями но и здесь вам поподробнее сейчас покажу что у меня есть на этом окне хочу вам сразу показать свою красавицу эустому вот решила она у меня сейчас подсвести два растения эустома вот два кустика вот один и вот второй уже отцвели они у меня цвели лето синими такими ярко синими цветами махровыми а сейчас вот вторые два кустика решили подсвести это кашпо у меня небольшое два с половиной литра всего лишь здесь у меня посажено четыре растения эустомы у меня были куплены четыре сорта разных цветов и я даже не знаю какие здесь у меня сейчас будут вот два синих отцвели и вот на подходе какой цвет по моему будет розовый но самое удивительное что синий цвет когда она у меня стояла на улице открывался тоже таким белым а потом вот резко потемнел вот такой стал ярко насыщенный синий я вам сейчас картинку поставлю фотографию с эустомы как она у меня красиво летом цвела кто не видел вот это эустома только-только начинает распускаться была вот таким цветом потом поменялся вот на темно-синий вот такие были обалденные красивые цветы очень красивая хочу вам рассказать поподробнее эустомы я выращивала из семян четыре сорта заказывала в интернет-магазине у беллы и еще есть такой интернет-магазин соло профессиональные семена кому интересно можете в поисковике набрать там чего только не продается всяких семян и многолетних растений и однолетних растений и петуни и всего вот чтобы у меня не спрашивали я вам рассказываю где я заказывала семена четыре сорта покупала белую розовую красную и синюю вот две синих у меня уже отцвели набирает розовая судя по всему цвет такой интересный будет и еще какая-то неизвестный какой будет цвет посмотрим и вот смотрите как выросла одна у меня эустома вот таким вот такая высокая хотя покупала я карликовые сорта не хочу высоких высокие плохо держатся их надо подвязывать или к чему ну какую-то опору на ставить чтобы они не падали цветы там крупные я специально заказываю карликовые сорта мне нравится все лето она у меня жила на улице все ливни все ветра и и были прекрасно себя чувствовал прекрасно цвела вот только недавно цветы срезала ну убрала они уже такие неопрятные стали а эти две только сейчас собираются зацветать хотя все было одинаково в одинаковых они условиях росли у меня посажены в одно и то же время но в одном к в одной кашпо да конечно но видно не не знать то ли сорта такие запоздал и то ли что вот только или сил не было что четыре штуки в одном кашпо это может быть много причем году так не буду делать посажу конечно в такую кашпо наверное штучки три достаточно четыре это много так что в следующем году или кашпо побольше возьму или же в это если буду сажать то три эустома всего лишь сажала я ее на рассаду ну села семена я ее 1 ноября в том году 2018 года 1 ноября кому это интересно кому кому-то может пригодиться росла она у меня летом стояла в кашпо то есть на восточной стороне дома прекрасно себя чувствовала в принципе на солнце ей неплохо хочу еще про эустома сказать красотка это любит попить очень пьет много потому что 4 растения в одном кашпо конечно это много для такого маленького кашпо поливала каждый день обязательно подкармливала обязательно эту красавицу вот так вот она мне сейчас будет радовать цветением бутонов огромное количество забрала домой обработала тоже забрала домой и вот час вот надеюсь что полюбуюсь долго этим этими цветами вот еще у меня один антуриум который вот я поделила вот он у меня собирается цвести листики здесь у меня подрезаны потому что антуриум немножко тоже у меня приболел вот что-то на листиках мне не понравилось появился появились какие-то вот такие вот пятна я его тоже обработала от вредителей препаратом только b58 ну и все вот на этом окошке помимо вермы ты вермитека тоже b58 все обработала потому что боюсь вдруг это заразная такая болезнь это у меня девочки смотрите какой большой цветочек называется так фикус бенджамина таким вот деревцем растет смотрите какие стволы огромные тоже в принципе уже пора земельку поменять ну конечно он не выпирает корнями как вот драцена но вот уже корни все тут на поверхности надо бы конечно тоже но в принципе он себя хорошо чувствует такой веселенький не могу ничего про него сказать листья не не скидывает значит все его устраивает пока что тут у нас еще здесь у меня растет выкопанный из грунта колеус вегетативный макушечки колеусу как я уже говорила кто со мной на канале подстригла вот они обстрижены видите ветки такие чтобы он так лучше кустился ну чтоб не вытягивался чтоб таким хорошим кустиком роз еще один цветок фикус бенджамина только уже окрас другой выращенный из черенка такой хорошенький тоже такой вот у него уже там не слабенький стволик стоял у меня где-то полгода под фитолампа этот черенок потом вот я его пересадила в кашпо очень хорошо на рост такой пушистенький хорошенький цветочек а еще хочу сказать что вот этот я фикус свой не даю ему высоко расти подрезаю всегда ему кончики вот верхушечки всегда подстригаю и он у меня в принципе в высоту не растет только вот такой вот он у меня пушистенький хорошенький не не надо мне здесь больших таких растений огромных вот так ну вот еще два цветочка у меня здесь живет орхидея такая карликовая небольшая такими маленькими цветочками сиреневыми цветет и спад и цветок женская часть счастье называется спатифилу такой небольшой тоже он у меня нарос вот совсем недавно много-много дал поросли листочков а то был такой совсем никакой у меня был цветок я решила его поделить раздала и себе оставила и у меня вот он очень плохо рос вот только что недавно совсем хотя этому цветку же сколько наверно года два у меня стоял в тенечке сейчас вот он у меня стоит на окошечке вот только недавно вот как-то вот стал хоть маленько расти и цвел ну так скудно цвел немного цвел вот такие у меня сейчас комнатные цветы но у меня предстоит еще большая работа с пиларгониями какие-то пилар кошки пока цветут сюда переедут ну скорее всего не сюда а на другое окошечко вот такие у меня красавцы за ними глаз и глаз как говорится нужен уже вам сказала да подкармливаю свои цветы комнатные и минеральными удобрениями и органическими чередую и мою их под душем чтобы они у меня были чистые не в пыли но тоже все то же самое как все все как всегда все как у всех подкормки регулярные душ и будут у вас цветы благоухать будут вас радовать своим цветением своими красивыми листьями вот каратону не он не цветет но все равно очень красивый был шикарный куст у меня кратона но я его собралась как не пересадить даже поменять ему землю я его тронула и у меня от шикарного куста ничего не осталось вот все смотрите все все обрезано потому что он скинул у меня все листья он такой капризный его трогать вообще нельзя и вот он только-только вот недавно нарастил не вот такие две макушки а то стоял вообще одни палки смешные но я его конечно же не выкинул потому что он живой корни живые только что скинул листья был такой красавец ну а молодился зато нету худо без добра за только сейчас компактный такой ну вот все что хотела вам показала вот смотрите у меня стоят кашпо без питунь и питунь и все у меня компостная уже ями лежат я все потихонечку прибираю делаю навожу порядочек осталось мне немножко разобраться со своими пиларгониями колес и какие хочу сохранить выкопать из грунта гелиотроп тоже надо выкопать и в принципе уже все вот с этими кашпо это кашпо сейчас земельку эту разложу по местам и уберу на мою и уберу так что вот дела всякие делами занимаюсь никуда не пропало кому понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал я вам и дальше все буду рассказывать и показывать всем всего доброго до свидания